Шеф-повар, Максим Григорьев. Сливочный шпинат. Не секрет, что в России шпинат не так популярен, как, к примеру, во Франции. Французы называют этот зеленый листовой овощ королем, а еще метлой для желудка, и у них он растет везде, где только можно. В Италии шпинат тоже очень популярен. И неспроста. Время приготовления – 20 минут. Ингредиенты – основные. Лук зеленый 50 грамм. Масло оливковое Extra Virgin 25 мл. Соль по вкусу. Шпинат свежий 500 г. Масло сливочное 30 г. Молоко 300 мл. Мука пшеничная 30 г. Мускатный орех молотый 1 щепотка. Соус бешамель. Перец черный молотый 1 щепотка. Соль по вкусу. Шаг 1. Необходимые ингредиенты – шпинат, зеленый лук, молоко, масло сливочное, мука, мускатный орех, соль и перец по вкусу. Шаг 2. Шпинат вымыть. Не стряхивая сильно воду с листьев, положить шпинат в большую кастрюлю и поставить на огонь. Накрысь крышкой, можно влить 0,5 стакана воды. Шаг 3. Тушить время от времени, перемешивая, пока шпинат не потемнеет и не уменьшится значительно в объеме. Приготовив его таким образом, вы почувствуете разницу во вкусе от шпината, отваренного в воде. Шаг 4. Тем временем приготовить соус бешамель. В кастрюльке растопить сливочное масло, добавить муку и перемешать. Влить, постепенно помешивая соус, теплое молоко. Размешать, чтобы не было комочков. Варить несколько минут на несильном огне, пока соус не загустеет. Посолить и поперчить по вкусу. Снять с огня и добавить мускатный орех. Шаг 5. Остывший шпинат порубить. Шаг 6. Зеленый лук нарезать. Шаг 7. В сковороде разогреть оливковое масло, положить нарезанный лук и тушить 2-3 минуты, не зажаривая. Добавить шпинат. Слегка посолить. Перемешать и обжарить все вместе еще пару минут. Шаг 8. Добавить приготовленный соус бешамели как следует перемешать. Наш гарнир готов. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.